Всем привет! В эфире программа о студентах Альма-Матер. И с вами мы, Миша Коробицкий и Лена Хроменкова. И вот о чем мы расскажем в этом выпуске. А прямо сейчас заглянем на третий Могилевский фестиваль науки. Год науки в Белорусско-Российском университете собрали новейшие достижения современной техники. И наша программа оказалась в числе первых гостей фестиваля. В этом году площадками фестиваля науки стали сразу два вуза. Белорусско-Российский университет и МГУ имени Кулешова. Есть симуляторы управления танком, самолетом. А как вам вот такой симулятор сварки? Весь процесс демонстрируется в экране маски и тут же записывается. Так что научиться на собственных ошибках вполне реально. Изобретатели, юные гении и их разработки. На выставке фестиваля науки есть место и полету фантазии, и прагматичному подходу. Сам робот был в 1984 году. Где-то в 90-х годах он был списан в университете. Ну и был выброшен на свал. Ну вот ребята с лицея помогли. Для непосвященного некоторые механизмы и термины кажутся странными. Ученые все терпеливо объясняют любознательному неофиту. Шпиндель – это научное название? Конечно, это техническое название инструмента, который обрабатывает непосредственно куда-то крепится рижущий инструмент. И оно почему-то всех веселит. Ребята из лицея БРУ на фестивале науки не впервые. И снова с оригинальными разработками. Я раньше увлекался компьютерными играми, а это были стрелялки, конечно же. Ну и вот меня впечатлили калиматорные прицелы, которые я раньше не знал о таких. И решил собрать. А уже сама конструкция – это просто макет, да? Это просто макет оружия, чтобы было нагляднее. 3D-анимация – это перспектива. Потому что люди за все данные, что они не знают, что они инновационные. И я зарубил этот проект. Главные и желанные зрители здесь – школьники. Яркие демонстрации, впечатляющие механизмы. Все, чтобы показать детям наука – это интересно. В принципе, у нас такая задача немножко профориентационная. То есть привлечь лучших студентов на наш факультет, показать им наши новые специальности. Это мехатроника и робототехника. Здесь представлены на выставке экспонаты. По данной специальности здесь уже закуплено оборудование. Очень новое, очень современное. В принципе, такого в Магедове и в Республике Беларусь, наверное, нигде не найдете. У Могилевского фестиваля три насыщенных дня. А значит, самое время для научных открытий. Моя мама постоянно бумниет, что я много сижу в телефоне. А между прочим, я не в игрушки играю, а устанавливаю полезные приложения. На одних можно сэкономить деньги, а на других – время. Кстати, большинство современных приложений разработали именно студенты. Об очередной новинке будущих программистов расскажет наш корреспондент Веста Смирнова. Чтобы узнать состав лекарства от кашляния, обязательно заходить в интернет. Можно скачать специальное приложение, которое придумали учащиеся экономического профессионально-технического колледжа. Как работает новинка и где достать это удивительное приложение, вы узнаете через пару секунд. Как будущие программисты могут заявить о себе, верный способ создать полезное и оригинальное мобильное приложение. Максим и Лиза разработали карманный фармацевт. Это аптечка в смартфоне. Оно рассчитано на то, чтобы получать информацию по лекарственным средствам в зависимости от нужд пользователя. Например, если ему нужны какие-то витамины, он может зайти в приложение наше, посмотреть, какие витамины рекомендуются. Там есть способ применения, инструкция. Ну, в общем, всё, что написано в стандартной инструкции по применению. То есть не нужно идти в аптеку, спрашивать? Здесь уже всё есть, готово. Давай попробуем посмотреть. Вот, например, витамины. Открываем. Витамины. По одной капсуле 2-3 раза в день в сутки. Лечение составляет 20-30-40 дней. Виртуальная фармацевтическая картотека постоянно пополняется. Но разработчики напоминают, лекарства надо принимать по совету врача. А информация в приложении только для ознакомления. И пусть идея, ребят, не новая, есть уже подобные сайты и приложения в своей разработке. Максим и Лиза хотят совместить самые полезные функции и максимально удобный интерфейс. Также здесь есть кнопка вызова скорой помощи. Работает. Да, работает, работает. Но только при наличии сим-карты все остальные функции работают в двух режимах. Онлайн и офлайн. Поэтому и добавили функцию напоминалка. Мы пишем, выпить аспирин всего-то. И как маленький бутинник. И устанавливаем, да. Например, вот, 0 часов 1 минута. Устанавливаем напоминание и ровно через 1 минуту придет уведомление. Скажи, если я хочу установить приложение на своем телефоне, где мне его можно найти? Ну, только у нас. Интерфейс мы разработали очень простой, чтобы он был понятен как и ребенку, как и взрослому человеку, так и метеонерам. Кстати, весит приложение всего 11 мегабайт. Сейчас будущие программисты продумывают новые вкладки и информацию. Ребята хотят добавить указатели цен и аналогов. И только после этого приложение сможет скачать каждый. Добавить хочется еще геолокацию. То есть, если там, например, вы выбрали аспирин, то вы можете нажать на значок карты, и вам откроется гукл карты. Или же, ну, сделаем встроенное. И будет показано аптеке, где это все есть. Мы периодически на какие-то конкурсы всегда представляем какие-то проекты. Но вот этот проект у нас оказался самым, в общем-то, интересным. И это лучшие ребята в нашей группе. Они всегда с какими-то идеями, всегда с какими-то инициативами. Еще есть куча разных идей, о которых мы пока не будем говорить. Юные разработчики надеются, что после разработки их карманным фармацептом будут пользоваться во всей стране. Главный критерий мобильного приложения – доступность. Поэтому Лиза и Максим сделают его бесплатным. Впечатления и моменты, которыми хочется делиться. Университетские будни в объективах студентов. Узнаем, что публикуют в сети. Рубрика «Репост». Ну что ж, а теперь давайте поищем интересные публикации студентов на просторах сети. Мороз и солнце. Физкульт «Привет» от Милы Башаримовой. «Спорт» – это зызы. Пишет под своим видео студент МГУ Кулешова, уроженец Баку, Давлет Галдемирадов. А это студенты уже в ледовом, делятся позитивом своих покатушек на коньках. Фотоотчет седьмого фестиваля патриотической песни «Красная гвоздика». Кадеты из Беларуси и России выступали на сцене и знакомились с институтом МВД. Вот, наконец, выложили фотографии со дня Святого Валентина. В БРУ праздник отметили мастер-классом для всех желающих. В фойе актового зала студенты делали валентинки и снимки в романтичной фотозоне. Молодцы! И напоследок, группа «Профсоюз студентов БГСХ» в социальных сетях признана лучшей на республиканском конкурсе. Поздравляем, ребят! Так держать! Молодца! Ну и на этой неделе во всех вузах ни одного голодного студента не останется. Масленица началась! Поэтому вперед лопать блины и участвовать в конкурсах. И не забудьте, конечно же, поделиться с нами своими фотографиями. А чтобы именно ваша публикация попала в эфир, ставьте хэштег «Хочу в Альмаматор». Мы всегда онлайн. Всем лайков! В преддверии 8 марта в МГУ Мини-Кулешова выберут лучших парней-студентов. Конкурс «Гонор и мужность» – один из самых долгожданных в УЗЕ. Девчонки уже собирают группы поддержки своих сокурсников. Как готовятся участники, узнаем из ролика студенческого телевидения МГУ. Уже 6 марта главная сцена вуза соберет самых смелых, самых талантливых, а главное – самых мужественных парней университета. А сегодня мы посмотрели, как проходят их репетиции. Кто-то делает ставку на артистизм, кто-то на вокал. А будущий учитель истории Сергей Архипов собирается покорять жюри своими зажигательными танцами. «Танцами нет, я не занимался вообще нигде. Это, наверное, любительское. Смотрел где-то по телевизору, очень нравилось. Ну, и как-то сам пытался что-то делать, повторять. Ну, в итоге что-то выходит, конечно, не профессионал, но что-то есть». Волнение участников растет, ведь до конкурса остались считанные дни. «Ребята, они просто вот живут этим конкурсом, буквально здесь, чуть ли не ночуют на этой сцене, потому что упорно готовятся и хотят показать свое мастерство». Вместе с традиционными конкурсами – визитки и творчество. Участникам предстоит презентовать блюда, признаться в любви и даже станцевать бальный танец. «Ну, поначалу их очень сложно было собрать. Конечно, у нас две репетиции в неделю. Вот, сейчас все стараются уже, я вижу, что они чувствуют конкуренцию. В этом году за звание мистера МГУ борются не только студенты. Гонор и мужность – одно из самых ярких мероприятий вуза. Впереди у ребят оттачивание номеров, примерки костюмов и много часов репетиций. Но уже сейчас, можно сказать, это будет грандиозное шоу. Лично я уже определилась с фаворитом и буду болеть за него громче всех. Ну, а сейчас время нашей рубрики «Деканат». Отправляемся в музыкальный колледж имени Римского Корсакова. Кстати, в этом году учреждению исполнится 80 лет. Обычно в рубрике «Деканат» мы рассказываем о талантливых преподавателях. И сегодняшний сюжет обещает быть, ну, очень музыкальным. Ведь мы отправляемся в Могилевский музыкальный колледж имени Римского Корсакова, чтобы познакомиться с дирижером оркестра Геннадием Богомоловым. На занятиях учащиеся колледжи обычно в полном составе. Во-первых, каждый музыкант в оркестре как звено одной большой цепи. А во-вторых, ходить на пары молодым людям действительно интересно. Умение завлечь не строгостью, а формой подачи. Именно это выделяет талантливого преподавателя. Сама я хоть и мало смыслю в музыке с точки зрения академической, но не на шутку увлеклась мелодией. Музыкальная школа, Академия музыки, а после преподавания в колледже. Искусству он посвятил шесть десятков лет из своих семидесяти. Геннадий Иванович Богомолов не только преподаватель колледжа имени Римского Корсакова, а еще и талантливый композитор. В Смоленство начал писать мелодии, детские песни, польки, а в юности был уже квартет для четырех волторн. Много произведений автор посвятил Белоруссии и родному Могилеву. Создавать музыку Геннадий Иванович теперь учит новое поколение. Занялся духовым оркестром, поскольку я очень люблю это дело. Не зря наш оркестр трижды лауреат первое место в республике. Ежегодно состав оркестра меняется. Уходят одни ученики, приходят другие. Но неизменным остается одно – отношение к музыке. Ее нужно не просто играть по нотам, а чувствовать, пропускать через себя. Этому Геннадий Иванович и учит молодых музыкантов. Многие его выпускники окончили Белорусскую академию музыки и громко заявили о себе на больших сценах. После нашего оркестра очень многие сейчас мне звонят и рассказывают, что попадают в разные оркестры, даже за границей, и чувствуют себя, как рыба в воде. То есть они здесь проходят хорошую практику. За кадром Геннадий Иванович признается – преподавателям быть совсем нелегко. Нужно искать подход, вкладывать душу, не жалеть себя. И быть готовым, что надежды не всегда могут оправдаться. Надо иметь очень большое терпение. Не взрываться по пустякам. Спокойно, методично вести к нужным результатам. Были у нас студенты, которые Чайковского австрийским композитором называли. Ну, знаний еще не было. Смешно, конечно, но и грустно. Он любит шутить, очень любит шутить. Он очень позитивный человек, от него исходит позитивная энергия. И тебе хочется заниматься, когда он рядом. Студенты сказали, что вы очень позитивный человек. Вы любите анекдоты, вы любите их веселить. Это такая техника, такой прием? Это и есть такой прием, да. Понимаешь, что заниматься все время одним и тем же делом надо немножко расслаблять коллектив, чтобы они посмеялись немножко, какую-то историю рассказать. А на этом все. Включайте «Беларусь 4 Могилев», «Альма-Матер» в эфире каждые две недели. И, конечно, заходите в нашу группу ВКонтакте. Увидимся. Пока-пока. А ты публикуешь в сети? Моя маман постоянно помнит. Правильно делает.